Приветствую, друзья, сердечно. Вчера провели вебинар, вернее, не вебинар, а бесплатный ликбез. Ну, отделился добрый, там зум выходили, посмотрите там, пожалуйста, кто не видел, запись осталась. Посмотрите, я там походу задал вопрос о аутотренинге, о позе кучере. Вот, знаете, в аутотренинге есть вот такая поза кучера, когда ты сидишь как на дрожжах для расслабления. И в этом состоянии ты производишь самовнушение вслед за инструкциями, ну, кто тебя обучает, мастер. В свое время это создал Шульц, аутотренинг по методу Шульца. Леонид Павлович Гримак, который работал в Центре авиационно-космической медицины, профессор, доктор наук медицинских, выдающийся человек. Мой друг был выдающийся, потому что именно с его легкой руки я попал в звездный городок и там занимался созданием модели невесомости или космонавта в земных условиях, чтобы он быстрее адаптировался в полете. И благодаря Леониду Павловичу Гримаку я попал в электронную промышленность, в Армению. Я там руководил в лаборатории обучение операторов, микроскопистов, чтобы они, когда делали микропайку, ошибок меньше делали и меньше уставали. И там как раз таки аутогенная тренировка Гримака была. Приводили группы людей, они садились в удобных креслах и слушали музыку, шум бегущей воды при этом, пили кислородный коктейль и голос мужской. Он же военный был, полковник, такой, я полностью расслабляюсь, я контролирую свое тело, да? И дальше, и дальше, и дальше. Ну вот вы знаете, я очень огорчен тем, что люди мыслят шаблонами. Вот я посмотрел сейчас в интернете все, что мог по аутогенной тренировке Шульца, про позу Кучера посмотрел. И крайне удивлен, что позу Кучера-то на самом деле, даже Шульц этого не определил. Позу Кучера, когда человек сидит на дрожжах, и он едет, и его слегка покачивает, правда? А там ты сидишь во всех этих аутогенных тренировках, которые нам транслируют. И в книгах, и в интернетах, и варианты аутогенной тренировки. Поза-то неподвижная. Но вот обратите внимание на то, что Кучер едет и слегка покачивается, и поэтому задремывает. Но обратить на это внимание же можно было, а оказывается нет. Шаблоны мышления мешают. Чтобы это открыть, что надо было на это обратить внимание, мне пришлось каким-то образом задуматься, потому что я только недавно рассказывал о том, что великий художник Сарвадор Дали раскачиваясь в кресле, держа металлический ключ в руках и тазик там рядом, чтобы когда он заснет, если ключ падал, звенел, он просыпался. Он ловил это состояние между сном и бодрствованием, ему капучин какой-то на очередь там. И там, когда он ловил это состояние, ему открывалась картина. Он там видел в своей картине без шаблонов мышления, без подражания авторитетам. Он был в таком состоянии внутренней свободы. И поэтому Сарвадор Дали такие картины уникальные рисовал. Потому что без подражания шаблонов. Так вот, вопрос заключается в том, что, к сожалению, даже до меня это дошло, когда я сопоставил разные направления, а открытие происходит на стыке дисциплин. Я междисциплинарник, и я все время думаю, в чем же истина. И открытие происходит на самом деле на стыке дисциплин. Я и Сарвадор Дали изучал, я изучал его-то тренинг, и вдруг я увидел, что все говорят о позе кучера как базовый позе для расслабления, и при этом никто не говорит о покачивании. А кучер-то на самом деле покрачивался, как Сарвадор Дали, когда он на дрожжах. Он покачивается, и у него вот эта вот фруктуация между самым возрастом. Поэтому он может ехать долго, одновременно мобилизоваться в нужный момент, одновременно расслабиться и не теряя контроля. Вот, извините, какое же у нас происходит все-таки в голове шаблонное мышление. Ведь сколько книг написано и про позу кучера, и про расслабление, и нигде не сказано, что надо покачиваться. Хотя позу кучера берут, как я сказал, как базовую позу. Называю позой кучера. А если вникнуть, так понятно, никто не вникает, потому что просто берут механически и продолжают переносить дальше и дальше. Я хочу вам рассказать о том, что я, конечно, очень люблю Грибака. Я ему многим обязан. Но вот такой глупости я не ожидал. Ну, конечно, я не мог и ожидать чего-то большего, потому что он взял у Шульца. Шульц посмотрел на то, как происходят жизни и события, но не обратил на это внимания. А дьявол, как говорится, прячется в деталях. У нас, например, по ключу есть поэтому приём, когда ты раскачиваешься из стороны в сторону, или по кругу, или вверх-вниз, как будто в лодке плывёшь, и расслабляешься. Так вот возьмите теперь неподвижную позу кучера и свободное расслабление, когда ты качаешься так, как тебе нравится. Ну, как, например, вечеряют люди, песню поют, они раскачиваются. У грузин это хорошо видно, они там вино пьют, песню поют и раскачиваются. Да, потому что при этом снимается зажатость. Освобождается, как говорится, душа. Так вот вопрос в чём? Я хочу вот этот ролик сделать предисловием и сделать след за ним второй ролик. И оба ролика будут составлять маленький микрокурс. Такой курс, который поможет человеку сделать себе прививку против страха, мыслить менее шаблонно и мотивироваться на то, что ему надо делать. Например, изучать иностранный язык или там к какой-то работе приступать, которая ему не нравится. Как соединять внутри себя эту работу предстоящую, которая ему не нравится, с центром удовольствия, которое ему хорошо. Как соединять несовместимое и несоединимое, развигая, условно говоря, метафоры половины мозга и соединяя их, как говорится, в желаемом направлении. Что по существу и происходит через ноль. Нулевое состояние, пустоты в голове, где ты можешь создавать новые навыки и новые, как говорится, точки зрения, отношения. Какие ты сам уже хочешь. Ну хорошо, друзья. Ну давайте до следующего раза я приготовлю этот ролик. Будет очень интересно. Назовем ее «Прививка против страха номер два». До встречи. Продолжаем. Продолжение следует...